Владивосток, как один из лучших городов, представляющих бадминтон в России и в мире, свои соревнования вроде первенства края или чемпионата города проводит всегда среди всех возрастных категорий. Вот только самых маленьких спортсменов обычно обделяли. Серьезно посоперничать им никогда не удавалось. Поэтому Приморская столица впервые в своей истории решила провести отдельное первенство края среди детей. Мы видим, что за один год, за два спортсмены очень тяжело их приготовить, особенно в соревновательном режиме. То есть детки уже хорошо все умеют, но когда выезжают на соревнования, они уже теряются, ничего не могут показать. И практика показывает, что нужно начинать их соревноваться где-то 7-8 лет, чтобы они уже соревновались. Тогда, когда они подходят к более зрелому возрасту, 12-13-14, они уже смогут себя реализовать. Показать свою детскую команду приехали 10 городов Приморья, участникам от 7 до 11 лет. Однако даже в такой возрастной категории отдельные федерации умудряются выставлять своих мастеров ракетки. Сегодняшними лидерами, так сказать, маленького бадминтона являются два региона – Большой Камень и Арсеньев. Да, мы обычно всегда в призерах, поэтому уже занимаемся с 2001 года практически 15 лет. И наши дети всегда в первых ролях на краевом и дальневосточном турнирах. Эти тренеры на самом деле привозят на все соревнования детские достаточно серьезную большую группу спортсменов. Вот сейчас привезли по 10-12 человек. Это уже много. Если каждый тренер привезет по 10-12 человек, то это уже будет у нас сразу на соревнованиях 500 человек. Во Владивостоке молодежь тоже не отстает. Зная, что в городе есть взрослые мастера, которые занимают призовые места по всему миру, дети мотивируются и идут по стопам своих коллег. Евгения Димова. Она играет микс, микс играет она с Евгением Дрёминым, а пару она, не знаю, она со всеми играет пару. Ну, она техника, она разную технику выбирает. Может она на сетку брать или просто смеша играть. Интересно, что хоть соревнования и носили серьезный характер краевого первенства, однако сами дети этого явно не почувствовали. Волновались, конечно, все, однако по итогу матча делились впечатлениями не о результате, а о том, как было интересно играть свой практически первый турнир в жизни. Мне было сложно, она била в разные стороны и сильно била. Я не подаю так хорошо. Ракетку надо держать. Хорошо. Я не играла, я выиграла автоматически, потому что мой соперник не пришел. Очень веселый спорт, спортивный. Он мне чем-то понравился, тем, что энергичный очень. Мне было легко играть, потому что я била в разные стороны и сильно. Она не успевала. Она такая расслаблялась. Я не сдавалась. Просто надо быть себе уверенной, собранной. А чтобы хорошо играть, надо долго заниматься. Максим Яковлев. Новости спорта на восьмом. Альберт. Альберт. Альберт.